я думаю что многие зрители нашего канала задают себе вопрос откуда мы берем столь разнообразные задачки и явления которые здесь на канале показываем но мы берем их самых разных местах и многое узнается конечно же при чтении книг я недавно рассказывал про вот эту книжку ландао и китай городского физика для всех и когда этот рассказ готовил я книжку пересмотрел перечитал ну конечно в основном все знакомое но нашел такую главочку она называется гибкий вал в которой описано инженерное решение которого я раньше никогда не знал и захотелось это решение воспроизвести самим и показать вам установка которая у меня в итоге заработала выглядит так здесь наверху стоит электромотор а под ним на двух резиновых трубках вывешен маховик который может отклоняться в сторону от оси вращения системы запустим электромотор и постепенно начнем увеличивать его обороты и мы видим что маховик проявляет довольно сильные эксцентриситеты начинает раскачивать установку кажется что при дальнейшем наращивании оборотов раскачивание будет все большим и вот сейчас примерно 15 оборотов в секунду ну давайте увеличим обороты и при увеличении оборотов система стала стабильной я их наращивают дальше и сейчас я раскрутил маховик почти до 200 оборотов в секунду видно что система в этом состоянии работы совершенно стабильно и гибкий вал выполняет свою функцию давайте же разберемся как это происходит простейшая модель маховика на гибком валу устроена так пусть сам маховик висит на оси с некоторым эксцентриситетом а и пусть гибкий вал при раскручивании маховика прогнулся на расстоянии и если ось вращается с угловой частотой омега то действующая на маховик центробежная сила равна м омега в квадрате умножить на расстояние от оси до центра масс маховика которое равно а плюс л приравняем эту центробежную силу силе упругости к л где к коэффициент упругости при поперечных отклонениях вала отсюда получаем омега квадрат а равняется к поделить на минус омега в квадрате и умножить на пыль к деленное на м имеет размерность квадрата частоты и это частота упругих колебаний маховика на валу обозначим ее омега нулевое отсюда мы получаем вот такую формулу для прогиба вала нарисуем график зависимости прогиба l от угловой частоты вращения омега при нулевой частоте прогиб равен нулю а потом при стремлении омега комика нулевое знаменатель делается все меньше и меньше и стремится к нулю а это означает что формально смещение и стремится к бесконечности а когда омега велико по сравнению с омега нулевое l стремится к минус а так что ось выгибается в другую сторону и компенсирует эксцентриситет маховика в реальном опыте при приближении частоты критической частоте омега 0 мы конечно раскачки до бесконечности не видим хотя сейчас у меня вся система болтается довольно сильно правда вы этого не видите из астробоскопического эффекта но я вот поднесу отвертку видно как колотит по ней маховик ну а теперь чуть-чуть частоту сделаем выше и маховик застабилизировался дальше уже ничего не страшно и мы можем повышать и повышать частоту а у вращения останется стабильным гибкий вал изобретенный лавалем еще в конце 19 века применяется с тех пор в паровых турбинах мощный вал несет нагрузку в несколько сотен тонн и вращается с частотой 50 оборотов в секунду если его сделать очень жестким то даже при небольшом эксцентриситете он будет создавать колоссальные биения в подшипниках которые приведут к их разрушению а гибкий стальной вал при частотах выше критической будет центрироваться сам что мы и видели в нашем опыте роль преодоления критической частоты можно показать также на простом опыте с коническим маятником у маятника есть своя собственная частота если я буду двигать рукой в так с этой частотой я буду закачивать в маятник энергию в резонансе с ним и он будет крутиться все с большей и большей амплитудой но если я буду двигать рукой на большей частоте я не смогу раскачать маятник частота слишком велика и резонанс отсутствует и теперь наш традиционный заключительный вопрос когда мы готовили этот ролик я сначала побоялся ставить в установку вот этот массивный маховик с которым показывал сегодня предыдущие опыты а поставил мне с него вот другой полегче у него такая же высота но меньше диаметр и оказалось что с этим легким маховиком нам никак не удается перейти стабильный режим вот что мы наблюдаем и я хочу попросить вас объяснить почему так получается ваши соображения этот отсчет пишите в комментариях к этому ролику на ю тубе а